Микс Ньюз Life is good Люблю Life is good Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам Люблю В нашей новой передаче Люблю лайф На радио Болтком Доброе утро, дорогие радиослушатели Меня зовут Инна Авина Я главный редактор журнала Люблю Который все вы можете увидеть Сегодня в киосках У нас на обложке Прекрасная, яркая, жизнерадостная Очень красивая девушка Которую зовут Инна Бурова И она учитель А все почему это происходит Потому что мы на прошедших выходных Все у кого есть дети Все взрослые, кто учились в школах Ну то есть все мы Вспоминали о том, что есть такой чудесный Прекрасный праздник День Учителя И поздравляли учителей Либо вспоминали своих учителей Добрым словом Поэтому не обошли этот праздник И мы своим вниманием У нас на обложке Учитель И в середине журнала Также несколько материалов Есть посвященных учителям Профессия эта нужная Полезная Очень в последнее время Много дискуссий О том, что происходит В Латвии в школах Как учатся наши дети Хорошо или плохо Им на удаленном обучении Каково учителям Ну у учителей, естественно Тоже есть свое мнение О том, как изменяется Учебный процесс Что хорошего Привнесли современные технологии Как, вот например Наша обложка Которая работает Заместителем директора Рижской государственной Классической гимназии В Пурцемсе Рассказывает Инна, тезка моя О том Как работать в школе В которой учатся Около двух тысяч учеников Это практически целый Такой согласить Небольшой город учащихся Она заведует Отделением иностранных языков Сама по профессии Учитель иностранного языка Английского и французского И что такое Виртуальные экскурсии Как учителя осваивают Новые компьютерные программы Платформы Какие процессы Происходят в школе Как вот всю эту Компанию детей Развести По потокам По классам По коридорам Это ведь тоже все непросто Если у вас есть дети Вы знаете Они приходят из школы Рассказывают Какие у них новости Как они сейчас Учатся Как они гуляют По этим коридорам Чтобы особенно Не сталкиваться Друг с другом Вот с сегодняшнего дня Например проезд В масках возобновили Ну и естественно Школы тоже Внимательно относятся К тому Чтобы дети Ну по возможности Были дистанцированы Конечно Есть уже школы И вузы Где есть Случаи коронавируса Но тем не менее Принято решение Максимально Оставлять Онлайн обучение Оффлайн То есть в школе Обучение Не переходить полностью На онлайн По крайней мере Будем надеяться Пока наше министерство Примет такое решение Ну а мы идем дальше По страницам журнала И вот я долистала До очень красивой галереи В которой целых Четыре педагога Это замечательные Молодые Красивые Полные энтузиазма Героини нашего журнала Которые В недавно Совсем Сами еще были Ученицами Студентками А сегодня Учат детей Они очень юные Это девушки Педагоги Из 34 Рижской Из средней школы Вот например Рита Григорьева Учитель начальных классов 23 года Юлия Костюк Учитель начальных классов 27 лет Девушки Замечательные Рассказывают о том Как они принимали решение Стать педагогом Конечно Было много Сомнений И разговоров О том Что это Профессия Модная Немодная Денежная Неденежная Актуальная Неактуальная Но Обе они Говорят о том Что Попав в школу Они получили Такое количество Энергии Столько позитива От детей Такое количество Творчества В рабочем процессе Что Абсолютно Не жалеют Ни одной секунды О том Что они Оказались в школе Мария Первого 28 лет Учитель английского Языка И Яна Лужковская Тоже Ей 33 года Учитель Начальных классов Учитель английского Языка Все девушки Рассказывают о том Как Необычно Они стараются Строить уроки Учебный процесс О том Что сейчас В школах На уроках Дети Смотрят Мультфильмы Смотрят Отрывки Из фильмов Не просто Для развлечения А для того Чтобы они Увидели Почувствовали Поняли Важность изучения Иностранного языка Увидели Его применение Учились Понимать Мир В его В всем Многообразии Мультфильмы Которые И фильмы Любимые Компьютерные Игры Которые Очень часто Существуют Только на Английском Языке Чтобы они Могли Ими Пользоваться Без Перевода Чтобы Они С самых Юных Лет Понимали Нужность Важность И полезность И думали О том Что может Быть Они будут Учиться Не в Латвии Может быть Они будут Посещать Магистратуру Учиться Повышать Квалификацию Не в Латвии Может быть Они будут Работать Не в Латвии И даже Если в Латвии Мир С каждым Новым годом Как бы Становится Таким Более доступным Будем надеяться Что коронавирус Уйдет Когда-нибудь И все Возобновится И дети Педагоги И мы с вами Будем совершенно Спокойно перемещаться И путешествовать А пока Мы путешествуем По страницам Журнала Люблю И вот Репортаж Очень красивый Яркий Цветной Много фотографий О том Как наш журнал Люблю Побывал В Латвии Мы очень любим Этот регион У нас Тесные Дружественные Связи С городом Далгов Пилсом Мы приезжаем Каждый год Иногда Несколько раз В год На Так называемый Подписной Марафон Сейчас осень Это время Сезона Подписки Читатели Подписчики Нашего журнала Делают свой выбор Думают о том С кем же С каким изданием Они хотят провести Следующий 2021 год Какую газету Какой журнал Будет им приносить Почтальон С кем они будут По утрам пить кофе С кем по вечерам Будут проводить время На уютном диванчике Может быть Кто-то хочет сделать Кстати говоря Подарок Своему Учителю Я знаю Что очень Многие Родители Звонили нам В редакцию И говорили У нас есть такое желание Подарить подписку Нашему любимому Педагогу Или нашему Любимому руководителю Музыкальной студии Нашему дурагому Руководителю Кружка И поэтому Да Действительно У нас Акция Которая Длится Еще До 9 Октября То есть Есть еще Пару дней Чтобы успеть Оформить Такую красивую Подарочную Подписку Подарить Педагогу И вместе С подпиской Еще получить Большой Такой красивый Косметический Подарок Там целый Комплект Много Косметических Продуктов И Учитель Будет вас Вспоминать Добрым Словом Каждую Среду Получаю На руки Домой Журнал Люблю И глянцево Люблю Лайв Так Кстати говоря Не только Педагогам Можно сделать Такой подарок Но и Любому Человеку Которого Вы хотели бы На следующий год Радовать Действительно Каждое Утро Каждую Среду Почему бы и нет Человек будет вас Вспоминать С улыбкой С радостью С благодарностью Например Например Как Сделали Те Девушки Дамы Женщины Которые Выписали Наш журнал Люблю И второй Глянцевый Большой Красивый Толстый Люблю Лайв На подписном Марафоне Владгали В городе Далгов Песе Можно посмотреть Как все это Происходило Кстати там Заодно Был еще Марафон Так что Марафон Подписки Совпал С марафоном Спортивным Городским И Дети И их Мамы Прям вот Видно по фотографиям Спортивной форме Такие С медалями Красавцы Все Успели добежать До торгового центра Где проходил Наш праздник А далее У нас Страница Посвященная Стилю Моде Красоте Можно и нужно Посмотреть Какое пальто Стоит выбирать Себе на осень Потому что Погода Уже потихонечку Портится Становится Все больше Дождливых дней Надо утепляться Надо подумать О том Какие ботинки Или сапожки Сохранят И здоровье Чтобы было тепло И Походку Осанку Чтобы было Красиво Думаем О каблуке Думаем О высоте И думаем О красоте Потому что В этом сезоне Актуален И шахматный Принт И Очень интересное Сочетание Принтов С Например Анималистическим Может быть Это для кого-то Покажется Очень смело Но с другой стороны Зато вы будете Абсолютно В тренде Очень рекомендую Ознакомиться С материалом Который Посвящен Лунному Календарю Потому что Все процедуры Которые мы делаем В том числе Даже Стрижка Казалось бы Ну Парикмахерскую еду Когда надо Или когда у мастера Дорогого Есть время Но нет Надо еще Свериться с лунным Календарем Потому что От этого Зависит Как быстро Будут расти волосы И как хорошо Будет держаться укладка Что еще у нас есть Пять рецептов Для снятия стресса За 10 минут У кого сейчас Только нет стресса Все мы думаем О том Что будет дальше Будет ли вторая Волна коронавируса Но Придя домой Можно все-таки Выделить себе Хотя бы 10 минут Для того Чтобы как-то Переключиться С Вот этих Новостей С рабочих проблем С организационных Каких-то вещей На Тихий Мирно Спокойный Отдых Который в том числе Придаст вам силы Поднимет иммунитет И как-то Приободрит Всего 10 минут Но рецептов Действительно Много И они все-таки Милые Приятные Самое главное При этом Гаджеты Отложите подальше И в социальные сети Не заходите За эти 10 минут И все Тогда получится Что у нас еще У нас еще Дальше Прекрасные Психологические Материалы Разнообразные Друзья Нашего журнала Которых мы Очень любим И уважаем Психологи Психотерапевты В том числе Легендарный Российский Психолог Михаил Лобковский Рассказывают о том Как жить Чтобы жить Счастливо Например Что делать Если Муж Залег на диван Не хочет Вставать Говорит о том Что Шеф Все пропало Что-то Не клеится Ни работа Ни карьера Ни вообще Жизнь В целом И что же Делать Жене Которая Начинает Бегать По потолку И сходить С ума От страха Тревоги За себя За семью За кредиты За ипотеку И так далее Михаил Лобковский Дает потрясающие Советы Очень рекомендую Почитать Но я думаю Что Как Сам мужчина Очень успешный И не первый раз Женатый Полагаю Он знает Что говорит Далее Деликатный Материал Посвященный Деликатной Дамской Проблеме Гинекологической Об Эстетической Гинекологии О том Что можно Сделать Для того Чтобы Чувствовать Себя Женщиной Как можно Дольше Женщиной Привлекательной Для своего Мужа В том числе Вопросы Гинекологического Здоровья Рассказывают Также Специалисты Нашего Города И Сразу Рекомендуют Куда можно Прийти С каким Врачом Поговорить Предоставлены Вся информация От ВСЛБС Центр Счетре Есть еще И 50% Скидка На Процедуры Связанные С интимным Здоровьем И гинекологическими Проблемами Так что Очень рекомендую Дамы Кому актуально Кто думает О том Кто может быть Уже столкнулся С какими-то Вопросами На которые Пока Не нашел Ответа Покупайте Наш журнал Знакомьтесь И отправляйтесь В клинику Еще и Со скидкой Что еще Врачи нам Советуют Как справляться С традиционными Сезонными Вирусами Помимо Короны Потому что Ковид Ковидом Обычная Простуда Изматывает Тоже очень Сильно И от нее Также надо Беречься И советы У нас Очень подробные На страницах Журналы Также Хочу Сказать Еще Об одной Очень важной Вещи Связанной С женским Здоровьем Это Вспомнить О том Что Осенью Это лучший Период Когда Надо Вспомнить О том Что за лето У нас Могли Появиться Новые Родинки Новые Пятнышки Пигментные Веснушки И так Далее Которые Вполне Могут Сигнализировать О какой-то Проблеме И Лучше Ничего Не бояться Не Переживать Сидя дома В одиночестве А собраться И Отправиться На диагностику Этих Родинок Лучше Вовремя Чтобы врач Посмотрел И Объяснил Вам Что происходит Как Происходит С вашими Родинками Если надо Проведет Лазерную Коррекцию Которая Делается Очень быстро Практически Безболезненно Незаметно Происходит Все это В дермоклинике Риги Также Друзья Нашего Журнала Очень рекомендую На улице Гребенщикова Пойти Позаботиться О здоровье Своей кожи Далее У нас Дезинфекция Все про дезинфекцию Мифы Ошибки Правила Что надо делать Дома В офисе Что пшикать Чем пшикать Как убирать Может быть Что-то вообще Не стоит трогать Чем отличается Дезинфекция От уборки В какой момент Что надо делать Все Специалист Разъясняет Объясняет Тут же рядышком Реклама Того Чем Средствами Какими надо Проводить Эту дезинфекцию Так что Все удобно Ну и возвращаемся К теме Школы Прекрасный Наш корреспондент Подготовил Материал О том Что волнует Я думаю Каждую маму Отправляющего Своего ребенка В школу Школьные обеды Как тебя кормят В школе Поел ли ты Сегодня Что было На обед Почему ты Снова не ел Эти вопросы Задают Все мамы Своим детям Ну наверное Тинейджеры Уже так С неохотой Отвечают Но по крайней мере Начальная Младшая Средняя школа Вопрос обеда Очень важен Ребенок должен Получать горячее питание Мы с детства Приучаем Не есть В сухомятку Питаться правильно Не отталкивать Тарелку с супом Для того Чтобы потом Побежать в киоск И купить Чипсы Резиновые конфеты И прочую Сладкую Какую-нибудь Вот такую вот еду Материал посвящен тому Как обедают Дети в разных странах И приведены Образцы этих обедов Либо ланчей Очень подробно Рассказывается Включая рецепты Что едят дети В разных странах Как это приготовлено Какое количество Получает белков Жиров Углеводов Какая калорийность Порции И вы знаете Это такие Очень хорошие Подсказки Мамам Что можно Готовить Детям В том числе И дома Или на выходных Или в рабочий день Потому что Они из школы Прибегают Они тоже Хотят что-то Перекусить И это может быть Либо ланч Либо обед Очень любопытный Действительно Материал Я вот сама Когда читала Думала Надо же Как интересно Например Как отличается Школьный обед В Китае Это рис Бобы Микс из овощей И например Никакого мяса От обеда В США Город Нью-Йорк Взят Запеченные бобы Сэндвич Морковь Брокколи Персики Банан И шоколадное молоко И все это В одном ланч Огромная порция На тысячу Почти двести калорий У меня Надо сказать Тысяча двести калорий Это норма Всего дня еды Ну Как говорится У каждого Свои привычки И Ну наверное Стоило бы Может быть Хотя бы шоколадное молоко Убрать Это сразу бы Облегчило Вот этот вот Детский ланч Ну что же Я вам рассказала Много всего Женские новости Узнаете Что происходит В городе Риге Что происходит В умах Наших министров Которые принимают Роднообразные решения И по Значит Посещению школ Детских садов Новости Зоопарка И Также Благотворительные акции Для Девочек Всей Латвии Ну вот Тоже Можете узнать И даже Принять участие В этой акции Помочь Девочкам Из Не самых Благополучных Семей Еще раз Это был Журнал Люблю Большой Красивый Яркий С очаровательной Учительницей На обложке Инной Буровой Героиней Нашего номера Напоминаю всем Дорогие Радиослушатели Что пожалуйста Сейчас идет Осень Изучайте Правила Подписки Условия И не забудьте Что каждый Подписчик Который Выпишет Наш журнал Люблю И журнал Люблю Лайф В комплекте Также Абсолютно Каждая Дама Придет к нам В редакцию И получит Из наших рук Красивый Подарок Это будет Либо косметика Либо бытовая Химия Что-то Очень полезное Что обязательно Вам пригодится Либо Вы сможете Преподнести Этот подарок Кому-то Из семьи Родным Подруге Кому-то Близким И так сказать Разделить Эту радость Оставить Подарок Подписчику Себе Подарить Журнал Сделать Наоборот Одним словом У вас полная Свобода Действий И В Период Когда Непонятно Что будет Зимой Когда Мы наверное Опять Все таки Будем Очень сильно Беречь Наших Пожилых Родителей Немолодых Бабушек И дедушек И будем Рекомендовать им Почаще Оставаться Дома И не ходить По магазинам Вот такое Окошко В мир Красивое Глянцевое Женский Журнал Люблю На русском Языке Конечно Сделает Немножко Приятнее Вот этот Период Самоизоляции Почтальон Принесет Прямо К дверям В наше Время Это Дорогого Стоит А у нас Это Еще И Недорого Так что До встречи На страницах Журнала До встречи В киосках Всего вам Доброго С любовью Главный Редактор Журнала Люблю И Навина